Я хотел поучаствовать просто, чтобы лишняя практика, чтобы, ну что... Почувствовать себя в другой атмосфере. Всё равно спектакль и конкурс совершенно разные. Это опять же и опыт, и ощущения на сцене. Почему бы и нет, если согласны и педагоги, и мы? Сложнее подготовка к конкурсу, потому что я раньше никогда не принимала участие в подобных мероприятиях. И вот эта неожиданность, она иногда сбивает с толку и мешает настроиться. Как-то к спектаклю ты себя готовишь заранее, а в этот раз получилось, что очень мало времени ушло на подготовку, поэтому к конкурсу всё-таки сложнее готовиться. И к конкурсу, и к спектаклю мне одинаково трудно готовиться, в принципе. Но конкурс и спектакль — это совершенно разные вещи. 76. В спектаклях раз за разом выходишь и можешь в каждый спектакль добавлять что-то новое, пробовать, исправлять. А на конкурсе есть одна попытка — вышел, показал. Это всё равно какой-то стержень воспитывает, по-другому всё. Всегда выхожу один, нет никакого волнения, а в дуэте всё равно у нас с девочкой как-то там. Волнуешься не только за себя, но и за неё. Отвечаешь друг за друга на сцене, не только за себя. На репетициях всё в порядке, я ему доверяю как партнёру, поэтому нет какой-то боязни выходить с ним на сцену. Тем более мы с ним уже танцевали спектакль. 50 крем. Ответственность не только за себя, но ещё и за педагогов, которые тебя готовят. И, естественно, когда смотрят на тебя такие люди, хочется показать себя в более лучшем свете. Мы ещё выступаем от имени театра, получается, и имеем честь. Так что это двойная ответственность. Да, достоинство должны показать себя очень достойно. 97. Главное не выводить, мне кажется, педагога, чтобы приходить. Мы собраны с головой, прибраться у себя и с настроением. А то, если придёшь, ты такой кислый. Ну, пока работаем комфортно. Да. То есть нет истерик ни с одной, ни с другой стороны. Пытаемся держать себя в руках и не сдаваться. Самое главное – нет, не пускать голову. Главное – весело идти. Держать настроение. Да, держать настроение, держать настрой, потому что часто бывает, что, например, настроения нет у кого-то, и всё, и всё начинает этим как-то подпитываться, и всё, и идёт репетиция, может быть, и вообще вниз, и закончится каким-нибудь там истерикой, скандалом. Я чувствую, что педагоги переживают вместе с тобой. Когда у тебя что-то не получается, они реагируют на это более эмоционально, и я думаю, что они всегда, конечно, за нас переживают, но вот в такие моменты, когда что-то не идёт, они переживают вдвойне. Поэтому, конечно, это ещё больше подстёгивает к тому, чтобы их не подвести в момент выступления. Но, тем не менее, всё равно ты чувствуешь их поддержку, ты чувствуешь, что они с тобой, неважно, как проходят репетиции, ты всё равно чувствуешь их поддержку и их понимание. Да, морально очень сильно помогает педагогам. Если мы одни репетировали бы, это очень тяжело, это тоже было бы. Мы хотим станцевать всё. Нету такого, чтобы вот, мы только вот, да, приоритеты оставляем. У нас очень красивый современный номер, нам Елена Музеева поставила. Конечно, мы хотим, да, мы хотим очень хорошо показаться, достойно. А как уже... Нельзя говорить там... Как с тебя слышать? Я вот иду на конкурс, чтобы вот первое место получить и всё, чтобы... Всегда думаешь о лучшем? Да, чтобы только меня запомнили и всё, чтобы я вот вышел и всё, ооо. Нет, просто выйти вот. Нет, я хотел... У меня просто хотение такое... Я хотел. Я сначала отказался. Два года назад готовили Сашу Соловья. Ну, Бахаджа тоже предложил мне, может быть, пойдём. Я такой, нет, я не хочу. Ну, вступая, встал. А потом, когда Саша готовился, я так нёс. Ну, ходил на репетиции, тоже с ним, потому что пробовал в уголочке сам себе. И вот, и... Тоже так, желание появилось. А потом, когда всё это, там, жеребьёвка, сам конкурс начался, вот, я так загорелся, думаю, хочу. И думаю, на следующий... И вот здесь. На следующий раз, думаю, надо. И тем более... Возраст. Возраст. Продолжение следует...